Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Обидчики Таро, пообещали явиться на большую сходку. Наготове вазелин. Как стало известно Prime Crime, 4 июня 2022 года, на сходке в Трабзоне 45-летний вор в законе, Автандил Тугуши, более известный в криминальной среде как Авто Самтрецкий, в установленном порядке зафиксировал свои претензии в отношении коснувшихся его коллег. Варлама Кухианидзе, Ватия и Миндии Горадзе, Лавасоглы. Через своих доверенных лиц последние, пообещали явиться на сходку, которая назначена на начало июля. Как стало известно и А. Prime Crime, 4 июня на сходке в Трабзоне, 45-летний вор в законе Автандил Тугуши, более известный в криминальной среде как Авто Самтрецкий, в установленном порядке зафиксировал свои претензии в отношении коснувшихся его коллег. Варлама Кухианидзе, Ватия и Миндии Горадзе, Лавасоглы. Через своих доверенных лиц последние, пообещали явиться на сходку, которая назначена на начало июля. Судя по месту общего сбора, и что уже ни для кого не секрет, в намерении покачать против своих обидчиков Авто заручился, всемерной поддержкой лично Терриэла Аниани, который с его помощью также рассчитывает поквитаться с Лавасоглы и Ватии за нанесенное ему физическое и моральное унижение. Напомним, 5 марта в Польше в присутствии, еще троих воров Авто Самтрецкий был избит, сначала Ватии, а потом и Лавасоглы, и объявлен имени вором. Как водится у грузин, Тугуши поплатился за длинный язык, за которым, в отличие от него, в тот вечер бдительно следили его сотрапезники нарочно, чтобы найти повод для ссоры. Вероятнее всего, низложение Авто не было спонтанным, но было заранее спланировано по указанию кого-то, намного более влиятельного, кто стоял из-за дальнейшими акциями Лавасоглы и Ватии. На этом неприятности Авто не закончились. Спустя неделю на него было совершено неудавшееся покушение. Учитывая личность вора, одного из самых близких к Шакра, которому Авто неблагоразумно перешел дорогу, если бы впоследствии не тарела его кровная заинтересованность в успехе Тугуши, Авто едва ли имел хоть какие-то шансы остаться не только в семье, но и в живых. Убрав красиво с трассы Авто, еще через месяц Лавасогла и Ватия также легко и непринужденно торпедировали Тариэла. Примечательно, что повод, по которому состоялась их встреча, не имел никакого отношения к Авто, как сейчас это пытаются преподнести сторонники Тариэла, ушедшего от воров с опущенной головой. Поскольку Тариэл, будучи, по мнению Лаши и других, изначально не вором, первым набросился и ударил вора Ватию, его ситуация, в отличие от Авто, гораздо более сложная для решения. В связи с этим Тариэлу было бы выгодно, чтобы Лавасогла и Ватия остались не ворами без его непосредственного участия и для того, как очередь дойдет до Тариэла. Как бы то ни было, отсутствие личной реакции Тариэла лишний раз вопит о его слабости. Наверняка, окажись, не дай бог. В похожем положении шакра или джанга, Лавасогла и Ватия были бы уже не собеседники. Тариэла же пока хватило только на то, чтобы в своем кругу пригрозить распечатать тюбики с вазелином, приготовленные для Лавасогла и Ватии, если те не извинятся. Мало кто знает, что уже после случившегося инцидента Тариэл еще раз встречался с Миндией и предлагал ему извиниться, но Миндия ответил категорическим отказом. Возможно, это доказывает, что в сложившихся обстоятельствах Лавасогла и Ватия себе не хозяева. По словам пессимистично настроенного источника, Миндию может спасти только добровольная посадка. Помимо авто и Тариэла, с Лавасогла хотят спросить за то, что по его милости улицу в Батуми контролируют не блатные, а грузинская мечта. Что касается будущей сходки, в ее преддверии воры гадают, осмелится ли авто, даже имея за своей спиной Тариэла, предъявить не только тем, кто его избил, но и тому, кто пытался убить. Ранее до этого в СМИ говорилось, что Тариэляня не потянул к информационной войне тяжелую артиллерию. Как некогда журналист Алексей Пимонов замочил Таро в эфире Первого канала, так в наши дни сам Таро в той же самой войне кланов сделал своим инфокиллером Андрея Караулова, другого известного теледеятеля, оказавшегося неспособным правильно даже поставить ударение в грузинских именах собственных. На днях, перемежая на одноименной платформе рассуждения о все понижающейся планке в образовании и медицине, Караулов, признав, что она не вчерашняя, из всех новостей мира, заслуживающих его внимания, выбрал таки апрельский пост ВЧК ОГПУ о воровской онлайн-сходке, оказавшейся к тому же фейком. Пафос обозревателя при этом сводился к общей деградации воровского мира. Так и подмывало сказать «Оно тебе надо». Многостраничный текст, который ничтоже сумняшися целиком и с выражением процитировал Мэтр, это дословно опубликованный пресс-релиз пиарщиков Таро, спамивших тогда всем, кому ни попадя, в расчете на не особо разборчивых. Осведомленные люди над такой фальшивкой разве что посмеялись бы, но не собственные источники чтеца, похоже способные заставить его поверить в самое невероятное. Хотя бы по прошествии времени ради профессионального интереса удостоверился бы, так ли оно на самом деле было. Если Караулов хотел попиарить горячо любимый им ВЧК, то ткнул не в ту новость. Если подвязался адвокатому Аняне, Маломальский навел бы справки. Воистину, где не будет развеян миф о неподкупности четвертой власти, возьмет да и всплывет кверху брюшком, как самонадувающаяся подушечка дальнобойщика, телеголова ведущего момента истины. Сама-то заметка тьфу, пустышка, ради которой не стоило и подставляться. Не было по факту никаких единогласных решений полусотни воров. Скверно состряпанное выдавание желаемого за действительное. Даже нажитный, где ворами занимаются по долгу службы, всерьез Дезу не рассматривали. Били воры и раньше друг друга по-плебейски. Не впервой, как ошибочно полагает блогер. И ходили биты, и назывались. Напомним, описываемые события произошли сразу после двух подряд, одна пуще прежней, зубодробительных пощечин по репутации Терриэла, от которых, если бы не Мерапы всегда хорошее настроение, в его возрасте не оправляются. Опустив этическую сторону карауловской непотребщины, если в каждом предмете, которого он касается в своих передачах, он разбирается так же, как в ворах в законе, то лапши на ушах его зрителям не занимать. Кульминационным моментом истины была как бы экспертная ремарка Караулова о том, что в Москве сегодня воров нет. Кстати, над этим вот его в Москве сегодня никого нет, те, кого нет, больше всего и поугарали. Москва, Андрей Викторович, вам, не Тбилиси. Здесь никогда не было, чтоб воров не было. Собрались, говорите, в Варшаве и в трех турецких городах люди с именами, которые даже вы с вашим подвешенным языком не можете выговорить, не то что запомнить, и запросто так турнули из семьи двух воров, а Москву не спросили. Сами-то верите в свою Джилаганею. А правда в том, что в истории, которую рассказал Караулов, второй еще месяц будет иметь к ворам не большее отношение, чем те, на кого он напал. И среди москвичей, о которых знает даже ВЧК ОГПУ, в том числе с русскими фамилиями есть те, кто относительно него все еще придерживается озвученного Пимановым мнения Япончика и Хасана. Также в мае месяце 2022 года стало известно, что Менгрельский клан Кардавам Зарилуа объединяются с Аняни Джангвиладзе. Как стало известно про им Краем, громкие события вокруг Терриэла Аняни самым непредсказуемым образом подтолкнули его к союзу с недавними оппонентами. При этом прозвучавшие резкие заявления лидеров, по крайней мере, одной из сторон свидетельствует о том, что создающийся Альянс может поколебать гегемонию шакра. По словам источника, до того как 11 мая в Стамбуле Менгрелы собрались, своим кругом, их вернувшийся в большую политику предводитель, Гела Кардава имел продолжительную беседу с Терриэлом. Собственно говоря, многообещающие итоги этого разговора и послужили для Менгрелов поводом напомнить миру о своем существовании. Еще каких-то пару лет назад считалось немыслимым, что Терриэл будет в одной связке с теми, кто последовательно ругал и продолжает ругать Бодри и Тахи, но сегодня эта перспектива выглядит вполне реальной. Врожденный дар убеждения Гелы, похоже, заставил Терриэла поверить в то, что общего между ними намного больше, чем это казалось всем на протяжении последних 14 лет. Начнем с того, что своим возникновением Менгрелы, как клан, обязаны Терриэлу. Если бы не его конфликт с Хасаном в 2008 году, многие из тех, кто сегодня составляют их костяк, никогда бы ворами не стали. Так, с благословения Хасана, нарушившего непреложное правило, не делать подходов во время конфликта, летом 2011 года, стараниями Гелы и его тесте Дуяки семью пополнили Мацы и Гия Гальский. Создававшиеся под эгидой Мзарилуа и кордавы сообщества Хасан противопоставил традиционному сухумскому клану Джангвеладзе, равно как возникший в Греции новых, кутаистский клан Дата Сибискверадзе служил противовесом, консервативным кутаистцам, ориентированным на Аняне. Справедливости ради, несмотря на маршал Фасона и Мелии, добрая часть греческого филиала, все еще разделяет мнение Лаши о том, что Терриэл не вор, в отличие от турецких ренегатов, в полном составе готовых перейти под знамена Аняне. Как оказалось и в этом безусловно огромная заслуга дальновидного Дуяки, никто из менгрельских воров в законе, бывших одной из главных движущих сил дедовской организации, по довольно странному стечению обстоятельств, не подписал пресловутый прогон по Таро, обозначивший раскол по имена. Недаром, из народностей, составляющих грузинский этнос, менгрелы словут самыми хитроумными в противоположность с Ваном, все мозги которых, говорят, достались Терриэлу. Не лишне отметить, что будущие патриархи менгрелов Роланд и Дуяки, были на слитой пироговской сходке сторонников Аняне, и претерпевали от нагрянувших бойцов собраны равне с прочими. В ходе той облавы Дуяки сломали нос, и от более тяжких телесных его уберегла лишь пластина в голове, оставшаяся после покушения в 90-х, про которую вовремя вспомнил руководитель штурма. Согласно железной логике менгрелов, если Терриэл, простив, расцеловался с теми, кто в письменном виде называл его блядью, то вообще нет никаких причин не примириться с теми, кто этого не делал. Тот факт, что в Турции, где базируется значительная часть членов клана Аняни Джангвиладзе, менгрелы имеют очень сильные позиции, стал еще одним побудительным мотивом для сближения с ними. Не секрет, что сколько бы ни было в Турции грузин, с турецкими властями способен договориться только азербайджанец, какой в лице Намика есть только у менгрелов. И если Гули держал Кардаву на расстоянии, то с Намиком Гела уже находит общий язык, что делает Гелу в глазах Терриэла еще более ценным приобретением. Мало кто знает, что именно Намик недавно отмазал Цика, отгрозивших ему неприятностей с турецкой фемидой, чем сразу расположил к себе добрую половину турецких кутаистцев. В любом случае Терриэл понимает, что Гела, если ему дать поддержку, с его организаторскими способностями и умением зарабатывать деньги, может сыграть хорошую службу. Об этом и не только воспрявшие духом менгрелы перетерли между собой впоследствии. Не считая Миндии, по поводу которого у Гела и Терриэла полное единодушие, на другой чаше весов их будущей дружбы, оказался Бодри. Впервые после убийства Гули, масса воров в лице менгрелов осмелилась открыто заявить о том, что к Бодри, которого некоторые СМИ называют наместником Шакра, по-воровски есть вопросы. О том, что Бодри не вор, дедовские пришли к согласию еще в 2011. От позора его спасли только домочадцы, на глазах которых на него не стали поднимать руку. Позже в Ереване Шакра заморозил эту тему до тех пор, пока Бодри не освободится, чтобы защищать свою честь непосредственно. Выйдя на свободу в 2018 году, все претензии в свой адрес Бодри до сих предпочитает не замечать. Источники, близкие к обвиняемому, говорят, что всему причиной зависть, которые недоброжелатели Бодри питают к его нынешнему положению, когда он, несмотря на статью 211 УК РФ, легально живет в Москве и, несмотря на надзор, регулярно выезжает за границу. Менгрелы парируют тем, что свои обвинения Бодри в крысятничестве Мзарилуа фиксирует на каждой сходке, начиная с 2002 года, то есть задолго до появления статьи 211, в том числе в последний раз в 2019 году, в присутствии Атара Таточи. Как бы там ни было, касаясь Бодри, Менгрелы напрямую затрагивают интересы Шакра, которому придется с этим считаться. Контуры будущего союза впервые обрисовали Гули, и Мираб после того, как Мираб отказался сотрудничать с Бодри против Гули. Если слияние состоится, в Турции появится единый кулак, который, наверняка, похоронит амбициозные планы Шакра. Также, в апреле месяце 2022 года, стало известно, что, молодые воры опрокинули Терриэла Аняни. Как стало известно, прайм-крайм, в воровской среде, продолжается изощренная подковерная игра, по дискредитации 63-летнего Терриэла Аняни, некогда считавшегося лидером кутаистского клана и прочившего себя на место Шакра, пока тот грезит о досрочном освобождении. На днях еще одна очная встреча Таро с коллегами по цеху круто подорвала его авторитет и утроила шансы прожить остаток дней вне воровской семьи. Несмотря на внушительный жизненный опыт, Терриэл опять попался на нехитрую удочку. И то, что в критический момент он снова оказался без сопровождения преданных людей, невольно наводит на мысль, что их у него не осталось. Если в предыдущий раз Таро, возомнивший себя великим миротворцем, сопричастным к благороднейшей миссии по спасению воровского, споткнулся об умудренных опытом Чермина и Лашу, то новым камнем преткновения стали воры, которые годятся ему в сынки. Впрочем, похоже, что и те, и другие были лишь марионетками в руках одного и того же кукловода. Очередному провалу, случившемуся уже в Черногории, куда Таро перебрался из Дубая, он обязан 46-летнему кутаистцу Варламу Кухианидзе, Ватия, и 40-летнему батунцу Минди и Горадзе, Лавасоглы, которые в качестве таранных орудий, недавно прошли обкатку на авто Самтрецком, видимо с прицелом на мишень покрупнее. По словам источника, приближенного к Аняне, именно авто Самтрецкий, якобы попросивший Тарьела о поддержке, был причиной для его встречи с Варламом и Миндией. Противоположная сторона уверяет, что речи об авто не было вовсе. Как бы там ни было, общение Таро с его будущими обидчиками, которое продолжалось больше недели, поначалу складывалось довольно миролюбиво. И как водится, потом Таро сам дал повод себя укусить. Этим поводом стал Сулхан Мжавия, коронованный в 2013 году кланом Аняне Джангвиладзе за расправу в Мурмашах над Гией Свердловским, внучатым племянником Хасана. Напомним, в 2017 году, на этой почве в присутствии покойного костыля в Красноярске, у Сулхана случилась стычка с Русланом Шляпой. Как известно, ненавидеть Сулхана у Ватии, были свои основания. Во-первых, в 2004 году, когда Сулхан и Ватия находились в Грузии в местах заключения, Сулхан сохранил жизнь Байка, другу детства Таро, которому по приказу Лаши, должны были сломать позвоночник в отместку, за дата Сибисквирадзе, который, в свою очередь, был крестным отцом Ватии. Во-вторых и главных, на чем настаивает Ватия, Сулхан в то же самое время руками Беки Немсадзе, якобы собирался отравить цианидом, находящихся в СИЗО, кутаиси воров, включая Звиададзе и Ватию, о чем стало известно от Никела Кирвалишвили, который подслушал их разговор через кормушку. В 2013 году на сходке в Турции, где обсуждали поступок Сулхана и возможность его пребывания в семье, Ватия высказался категорически против. Кобы Багдацкому, усомнившемуся тогда в правоте Ватии, потом пришлось перед ним извиняться, а сходка решила, что Сулхану в семье не место. Когда приехав в Черногорию, Ватия при личной встрече с Таро, в присутствии Миндии поинтересовался у него, делал ли он подход к Сулхану, тот ответил, что в жизни никому не делал подхода, тем более к тем, кого не знает лично, мол если Сулхан сейчас войдет, он его не узнает. Ватия заострил на этом ответе Таро, внимание Миндии. Спустя неделю, Ватия и Миндия перед отъездом снова увиделись с Таро. Для Таро эта встреча стала роковой. Как выяснилось, по поводу Сулхана, который якобы сидит бугром в Красноярске и ломает порядочных, Тариелу позвонили Шакра и Эдик, и он им сказал, что знает Сулхана как вора и даже сам к нему подходил. Упрекнув Тариела в том, что неделю назад он говорил обратное, Ватия сказал, какое ты имеешь право к кому-то подходить, после того как разрушил нашу семью и в своем не разобрался. Ты не вор. Тариел, которому, по словам знающих его не первый год, немного нужно, чтобы потерять самообладание, ударил Ватию. Говорят выбил зуб или даже полностью челюсть. Ватия в ответ ударил Тариела, хотя сторона Тариела это отрицает. Обе стороны сходятся в том, что дерущихся разнял Миндия, сказав им, что бить друг друга я вам не дам, а лично Тариелу, тебя касается вор, говорит, что ты не вор, тебе надо собрать воров. По словам Миндии, после этого Тариел с опущенной головой ретировался. О случившемся Ватия тут же поставил в курс Вальтера, Гоча и Мамуку, предупредив, чтоб с Таро, как с вором, не встречались. Затаив на обоих лютую злобу, Тариел пообещал устроить им от Илеон не Тариел. Также, Таро и Мираба подозревают в заказе на убийство вора в законе Япончика. Как стало известно про им крайм, пока преступный мир, в том числе славянский, упорно игнорирует факты, указывающие на связь убийц Япончика с вором в законе Ильей Симония, более известным в криминальных кругах как Маха, Следственный комитет России продолжает распутывать это громкое преступление, выявляя заказчиков. По словам источника, в качестве главных подозреваемых следствия, разрабатывает грузинских воров в законе Тариела Аняни и Мираба Джангвиладзе, у которых, как считается, был и мотив, и уплаченное вознаграждение организатору. Следует напомнить, что король русской мафии, как окрестили Япончика журналисты, был убит с особой жестокостью, предполагавшей личные счеты. Как потом выяснилось, киллер, имевший боевой опыт в Южной Осетии, использовал стандартный патрон 7Н1 весом 13 граммов, сделав на пуле крестообразный распил, чтобы причинить жертве страдания. Попав в тело, пуля раскрылась, как цветок, образовав четыре лепестка и нанеся ими ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, обработанной напильником пули смещается центр тяжести, и при попадании в тело она изменяет траекторию, и словно по спирали, проходит через весь организм, повреждая ткани и кости. Эксперты установили, что диаметр входящего отверстия составлял 8,5 мм, а выходящего 17,7 на 9,5 см. Пуля со смещенным центром тяжести прошла по телу Иванькова более 16 см. Вячеслав Иваньков был смертельно ранен 28 июля 2009 года и скончался от осложнений только 9 октября. В декабре прошлого года на основании неопровержимых доказательств коллегия присяжных Мосгорсуда вынесла обвинительный вердикт убийцам Япончика. Илья Симония, которого суд признал организатором, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. По нашим данным, на Симонию, как на организатора убийства, указала его бывшая сожительница, наркозависимая воровка-барсеточница, которая в настоящее время находится под программой защиты свидетелей. Попав за решетку за очередную кражу, женщина рассказала о готовившемся убийстве, а также опознала по фото снайперскую винтовку, которую Маха хранил в их съемной квартире на Коровинском шоссе. По ее словам, у Маха, постоянно испытывавшего финансовые затруднения, в тот период стали появляться крупные суммы денег. Признания женщины впоследствии были подтверждены технически, анализом телефонных переговоров, а также данными геолокации подозреваемых в день покушения. Кроме того, показания на Симонию в обмен на обещание снижения срока дал один из соучастников преступления Каха Газаев, который после этого пытался покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. Непосредственный стрелок Астамур Будба, которого в Абхазии, где он укрывается и по сей день, знают, как убийцу Япончика мог бы пролить свет, если бы заинтересованные в ответах на свои вопросы воры до него дотянулись. Вопреки здравому смыслу, по исполнении такого громкого заказа его не убрали. Спустя несколько дней после покушения на Иванькова в отношении Аниани, находящегося с 10 июня под стражей за похищение человека, вышел пресловутый прогон, в который был вписан Япончик. Считается, что всю грязную работу за Таро сделал Мираб, вернее его брат Ливан, который после того, как были задержаны исполнители, выехал из России и продолжительное время находился за границей. Что касается Симонии, у которого с японцем была взаимная ненависть, с 80-х годов прошлого века он представлялся идеальной кандидатурой для сведения счетов. Свой вопрос, который Симонии неоднократно поднимал, начиная с 1993 года, едва ли мог быть решен положительно, пока были живы Хасан и Япончик. Разумеется, сам по себе конфликт, в результате которого Маха лишился имени, не стоил того, чтобы убивать Иванькова. В личном плане Маха от этого ничего не выигрывал. Если только за убийство ему не была обещана воровская корона, которую он в итоге и получил от Мираба по просьбе Таро. Спустя 10 лет, чтобы связь с убийством японца не была такой очевидной, из которых шесть Маха провел за решеткой, за другие преступления, пережидая пока на воле не утихнет шумиха. Именно этим мотивом, по мнению СКР, и руководствовался Симония, выполняя заказ. В недавней истории воровского мира, найдется похожий случай, когда Гули, в отношении которого был аналогичный заочный прогон, находясь в тюрьме, убрал всю верхушку азербайджанского воровского мира, имевшую отношение к прогону. Выйдя на свободу, Гули, не скрывавший своей причастности к убийствам его обидчиков, не только не стал изгоем, но собрал вокруг себя массу и завел дружбу с такими корифеями, как Атар, Мерап и Важа. В случае Аняани были ликвидированы только Хасан и Япончик, возглавлявшие список из 36 воров. И сейчас Тариэла тоже поддерживают воры, многие из которых благосклонно относились и к Гули. Однако о сходке, на которой бы приговорили японца, ворам неизвестно, и хоронили его как вора. Следовательно, его убийцам от исполнителей до заказчиков на свете не жить. Мерап, понимая все риски, в Россию и так не стремится. Если ему не могут простить Азманова, япончика не простят и подавно. Поэтому его устраивает Италия. В отличие от Тариэла, который спит и видит вернуться в Москву. Для этого ему как минимум нужно, чтобы те, кто подписывался под его прогоном, отозвали свои претензии. Напомним, помимо шестерых кавказцев, Лаши, Зазы, Чикоры, Гии, Камо и Кобы, которые все еще не отказались от своего мнения по поводу Тариэла, есть 10 таких очень влиятельных москвичей, как Костя Шрам, Пичуга, Воскрес, Чебурашка, Слива, Забава, Сенька, Вова Питерский, Азат и Кощей, ждущие, пока кавказцы разберутся между собой. Впрочем, даже в случае их примирения, с учетом японца, Тариэлу вряд ли удастся завоевать расположение славян.